С нами директор Футзальной Лиги Борис Шипунов. Борис, поздравляем вас с началом этого замечательного проекта, международного проекта. И, конечно же, много надежд связывает с этим футзальным глобальным праздником, который вы все ожидали. И мы очень все благодарны, что именно Ригу вы выбрали стартовым местом, где начать турнир. Пожалуйста, комментарий к игре и проекту в целом. Во-первых, очень большое спасибо за такие теплые слова. Рига для отправной точки в Балтийской Футзальной Лиге была выбрана не случайно, потому что все последние, если не десятилетия, то точно последние лет пять Латвия это лидеры развития футзала в нашем Балтийском регионе. Конечно, Витязь Литовский сейчас перехватывает эту эстафету активно. И в баталиях Балтийской Футзальной Лиги мы, я думаю, определим, кто же теперь у нас в настоящее время является лидерами. Кого больше, бразильцев? Бразильцы это хорошо, но, мне кажется, есть местные игроки, которые готовы навязать борьбу и отобрать лавру первенства у них. Да, в целом, по организации. В данном случае Рига, здесь стартовали. Все ли удобно, все ли хорошо в техническом плане? Такой проект достаточно громоздкий, сложный. Много технических обществ. Вот, пожалуйста, об этом. Ну, мы молодая, но амбициозная в хорошем смысле лига. Мы не только пробуем взаимодействовать и подсказывать клубам в развитии, что является нашей целью в том числе, но и сами учимся. Мы пробуем, что-то нам нравится больше, что-то видим, что можем прибавлять и улучшать. Для отправной точки, я считаю, что мы начали неплохо. Но, как говорится, совершенству нет предела. Борис, вы помните, что в Риге несколько раз проводился один из этапов Кубка Еременко в свое время, несколько лет назад. Глобальный тоже турнир российский. И как раз в техническом плане тоже достаточно сложный, громоздкий. В Риге больше не приезжает. Вы как бы поняли ситуацию, что можно вот эту палочку с этапетами переходить? Мы, ну, во-первых, конечно, это замечательное спортивное событие из жизни футзала, мини-футбола, как Кубок Еременко. Я искренне верю и надеюсь, что он еще не раз состоится. Мы не ставим своей целью конкурировать с кем-то и что-то доказывать. Только в совместном большом труде и взаимодействии мы можем развивать эту дисциплину. Поэтому надеюсь, что Балтийская футзальная лига станет хорошим, узнаваемым и любимым турниром наряду с другими серьезными и увлекательными соревнованиями в этом виде спорта. Марин, скажите, вот состав участников, 8 команд, это заранее определенный формат? Формат турнира – это нормальная система проведения чемпионата. То есть это выездные матчи, это не формат мини-турниров, потому что это сложно с точки зрения привлечения партнеров для любого турнира и соревнования. То, что 8 команд – это оптимальное количество участников для первого сезона. Не буду забегать вперед, это еще все будет объявлено дополнительно. Но уже сейчас началась работа по комплектованию состава участников на второй сезон. Он будет с большим количеством участников, с большим количеством матчей. И я думаю, что соревновательная часть от этого только выиграет. Что ж, спасибо за интервью и желаю удачи уже завтра у вас в следующий матч. В Балтийской футзальной лиге только начался 7 этапов, поэтому ждем чудесного продолжения. Будем, конечно, внимательно следить. Спасибо большое. Всех ждем на матчах лиги, либо у экранов телевизоров, либо на трибунах. Поддержите свою команду, любите футзал. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.